У меня есть друг Сергей, которого, кстати, вы видели на моих видео. Он дозрел до того момента, когда ему нужно покупать катер. Катер, пинвал, 475 EVO. Вот за ним мы и едем. Что, вот такая вот здесь марина? Интересная. Вот такая красота здесь. А какой тут шаг сейчас? 17-й, наверное, какой-нибудь? 15-й даже. 15-й, да, вот был 17-й. 15-й. А сколько она вообще идет, получается, вот по максималке? Какой крейсер у нее? Полтинник-максималка? Посмотрим сейчас, как он ходит. Посмотрим, как он себя ведет на воде. И насколько он понравится, самое главное, Сереге. Я сейчас нахожусь в стольном городе Саратове. Ну чего? Не тысячу, правда. Едем в Ростов. Все, до завтра. Друзья, всем привет. Выехали мы из Саратова. Не стали мы покупать тот финвал, в общем, за которым мы ехали по ряду причин. Об этом как раз было первое видео. А сейчас нам предстоит долгая дорога в город Ростов-на-Дону. В этом городе мы поедем на производство катеров марки Алюма. Конкретно будем смотреть модель Шторм 477-ю, которая очень нравилась Сергею. Они не так давно стали их делать. И она новая, потому что она делается под заказ. И Сергей, в общем-то, созрел до того, что, возможно, ему нужна новая лодка. Итак, едем в Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Павел, доброе утро. Ну, в общем, мы посвящались. И принял я решение, что все-таки это не мой катер. Вот. И сейчас мы уже езжаем к Волгограду. Едем в Ростов за другой лодкой. Да. Так что спасибо за уделенное время. За прикольную рыбалку. За вчерашнюю. Вот. В общем, вот так. Спасибо. Спасибо. До свидания. Нормально. Я так и понял. Он сказал. Посмотри, какое море. Это море. Слушай, а правда очень похоже на море. То есть это, конечно, жижа. Слушай, кстати, а это не Волгоградское водохранилище? Это Волгоградское водохранилище. А здесь в этих местах снимал выпуск, знаешь, кто? Сталинград Фишерс, ребята. Деминс, забыл фамилию. Серега еще бодрячком. Ролит он сам. Сегодня весь день. Ладно, следующее включение будет в Волгограде. Субтитры сделал DimaTorzok все по... Всяко поближе. Я не устал, мне даже притомился. Да все мы немножко притомились. Ну ничего. Сейчас приедем. Покажем, что там такое. Дорога была достаточно долгая. Ехали мы, ехали. Наконец приехали. Приехали мы в город Ростов. Приехали на производство. Оно находится практически в центре города. В его старой части. Очень колоритные, прикольные, маленькие, старенькие домики. Такие настоящие, южные. Там находится рядом с водой как раз. Производство и шоурум своеобразный, небольшой. Марки Алюма. Вот мы и приехали. На место на производство. Вот они эти самые катера. Серега, какая же 577-я все-таки огромная, когда она вживую, да? Вот рядом с тобой стоит. А ты хочешь как раз... Маленькую вот эту. Маленькую вот эту. Это 477-я. И у этой мотор... Это, кстати, содранный логотип ПАЛа. Соответственно, этот мотор как минимум где-то уже использовал. Смотри, какая штука. Видишь, потерся немножко. Немножко сильно. Ну что, вот она. Широкая. Широкая лодка. Датчик, смотри, поднят. В принципе, уже загруженная. Ну и 577-я. Которая тоже интересная. Вот он как раз, да? А здесь вот тоже что-то, получается, скрепление какое-то было? Основание стоит для третьего сидения, да, я его измерил. А, для столика. Для столика. Вот оно место под... Ну это как книжка. Так, вот они сидушки. По удобству. Каково это будет. Это что такое? Нержавейка, да, здесь? Метал-то? Сейчас петли поменяли уже на катерах на алюминии. Это не ржа, да, почему-то на торцах она начала производить. Не ржа немножко хулиганит, да? На торцах, да. Ну и чуть-чуть они, да? Не затянутся, получается. Это катер вообще как-то измельчает. Ну то есть, если заказывать, там будет уже по-другому? Да, там петли алюминиевые, сокрашенные в черный цвет. Ага. А здесь вот находится как раз что, бак? Где? Вот, в полу. Стоите, да. Здесь бак, да, получается? Здесь обычно слева у ящика становится нарядное, а не кто-то на эти автоматы обратно. А тут подлиннее получается, да, за счет того, что здесь получается здесь вот эта часть, и поэтому здесь органы управления, здесь невозможно сделать его больше по конфигурации. А здесь вот он, Серега, подними тогда, покажи тоже. А здесь он побольше немножко места. Так, и задние рундучки в районе Кринобулей, они, получается, здесь такие тоже достаточно большие, получается, вместительные. Ну что, на суше мы лодку посмотрели, теперь пора ее скинуть, проверить, как же она ведет себя на воде, как она идет, насколько на ней удобно ловить, насколько она остойчива. А вы сами с ноги на воде? Да. Так, ладно, ребят, люди, ты сам поехал. Залезете? Попробуем. Подержать. Тут народ побольше приезжал. Ну что, как, плотничком? Садись здесь, Вань. Чего? На перед. Зачем? Удобное кресло, давай, привыкай. Нет в нем, что, и не ездить. Поехали. Вопросы-то у тебя. Какие у меня вопросы? Славные. Пока у меня их нет. Грамотные. Пока я слушать буду, какие вопросы. Грамотные. Да, что вот здесь идет, в этом катере, в базе? Все. Все, что вы видите. Вообще все. Ну, кроме, понятно. Кресло, стекло каленое, отделка. Ну, на ходатках, Серег, конечно, немножко завалился, но не сильно. Ну, а я сейчас там дальше вывезу, походите, посмотрите, что такое остойчивое, что такое широкий катер. Это самый широкий катер в этом классе, 477 у него длина, и ширина у него 2,24. 477. Я думаешь, помню. Что зовут-то? Волжанка у меня, фишпрошка. Так, ну вот, по ветру. Ну, с моим ростом уже близко. А репка не улетает? Не улетает, но уже, то есть, чуть-чуть повыше я был бы, и она бы уже задергивалась. Ямаха шумная, пипец. 72, в ходе в течение идем. 72. 74,7. О, на второй этот вышли. На второй глис вышли, повыше поднялись. Ага. Разворачивайся. Держитесь, держитесь. Вот эти все. Чтобы вы поняли, что такое гидродинамика хорошая. Может, и надо. Надо. У-у-у-у. Ну, а елка. Вот по волнам. Опять рекорд. Да. Сейчас волны нет, непонятно, вот, еще нет. Ну, да. То есть, запененный корпус, никакого шума нет абсолютно. Вообще никакого, да. Да. Шум, он создает половину вибрации, ощущения. То есть, она может шуметь. И так вибрировать. Да, да, да. Думаешь, блин, да что ж такое. Нет, у любой алюминиевой лодки есть эти самые. Бам-бам-бам-бам-бам. Здесь их нет, а слово совсем, потому что корпус запенен. Ну, вот теперь, смотрите, самое главное преимущество этой лодки, которая заключается в ширине. То есть, когда мы рубалим, то есть, можно по ней походить, посмотреть на крену, вот, тем более, что человек, у которого волжанка, сразу скажет, насколько это отличается. Ну, да. То есть, можно там вдвоем, втроем набр остановиться и по барабану. То есть, как платформа. Ну, все. По среди реки, да. Вот все втроем на... У нас на четыре. В середине. Да, стоишь не больше. А я не боюсь. Да. То есть, вот есть крен, но он как бы, ну, втроем незначительный. Да, согласен. Бортик низкий. То есть, рыбу брать. Там вот под рыбу для этого есть специально вот на гака на волне. То есть, по-другому, я уже... Ну, да. Вот это я уже оценив. Ну, да. Лодка, значит, смотрите, в лодке нету ни грамма. Состоишь? Лодка полностью сделана из всех односостойких материалов. Ковролин морской, винил морской, нержавеющая сталь, вся фурнитура. Это, кстати говоря, Ахотовские замки из нержавеющей стали. Они водонепроницаемые. Это утопленные петли, тоже откувать. Ну, у меня такая же фурнитура, то есть, прям дружественная. Все идет в базе. То есть, сидение, это панель, это руль, это сидение. То есть, все это. Это светильники в стекле. А, это светильники. Я еще говорю, что это за полоса белая такая. Что это белая, это штатные, да, вещи? Да, да. Свет здесь какой-то штатный, да, есть? Значит, вот он цвет раз, и вот под мостами стоит свет два. Аэратор носовой здесь только, да? Аэратор носовой, да. Он стеклопластика. Небольшой, конечно, он аэратор, но можно же сюда сделать и сзади, получается, аэратор, да, тоже? 90 литров, а зачем больше? По длине, я имею в виду, если рыба нужна живая. Если ее туда просто сваливать, как это, как в мешок, то нормально. Аэратор 90 литров это раз. Во-вторых, он двухкомпромный, он с фермоизоляцией полностью, там подсветка даже у нас стоит. Ну, туда пару судаков полторашек, третий уже, как бы, там им будет хреновенько, то есть, даже когда цикл пойдет. Ну, в любом случае. Это тоже, да, все, это все алюминий. Здесь гидроусилитель. И здесь вот рундучок, он такой, да, входами. Он запер, что ли? Запер. Да, и он здесь с этими, еще с усилениями с какими-то, то есть, вот он, приличный. То есть, в принципе, в носу тоже есть место, единственное, я бы этого друга сместил нафиг куда-нибудь, вот, ну, прямо сюда, чтобы он вообще тут не мешался. Приманки повесить, где ты? В этом, да, я тоже обратил внимание, у меня в волжанке в этом смысле, я уже просто привык, когда там высота вот такая вот, и дальше она идет на сужение, и на нет сходит к заднице. Там плавный такой он, так, округлый к концу. Очень удобно так, тык-тык-тык-тык, сверху навешал, и получается исключительно удобно. Они не путаются, они вот у тебя все наведут, и хватит. Нет, здесь вот можно и больших, наверное. Да, здесь, ну, а... Тент, я так понимаю, да, это паста? Не, а зачем тебе комплектация без тента, если ты его не будешь брать с собой? У тебя, получается, рундук этот более длинный, но он более узкий. Он под тент хорошо, а под что-то другое уже не так. Не, а есть комплектация, в которой нет этого рундука. Да, два рундука, да. Два рундука, да. Но они шире. Да, они шире. Они шире, вот. Я об этом и говорю, то есть, они шире. Если брать эту комплектацию, то здесь, по идее, надо довозить тент, мало ли чё. Ты с тентом ходишь, да. Тент это вообще очень удобная вещь, у нас на 177-ом. И на були. На этом катере каждые выходные хожу. Серёг, поднял, сеточку срезал. Я тебе о чём говорю? Да. Сеточку срезал? Недавно просто. Ходили на моём, поролись сеть, я её поднял, а... А достать не можно? Ну, как не могу, я достал, но неудобно. Здесь, в этом смысле, любое обслуживание мотора, там, я не знаю, там, водоросли, сеть, ещё что-нибудь. Здесь, это, доступ он гораздо проще. Ну да, то есть тут вот. Ну, конечно, не, всё равно дофига далеко, но ближе. То есть, ну да, интересно. Ну и ловить, естественно. Блин, хороша зверуга. Вот это тот, который мне интересен. Который что? Который мне интересен. Просто если уж расти куда-то, то... Там вообще огонь катер. Не, ну вот, они все, вот, штурмовское, как говорится, семейство, это всё катера, как мы их называем, нового поколения. То есть, здесь катер отличается от всех остальных функционалом, комфортом, мореходностью, скоростью. Краска крепкая? Тут садовая краска специальная. Причём у нас корпус окрашиваем полностью вместе с днищем. Ну да. А что думаешь, там все царапки на чёрном видны? Потому что чёрный маркий. Ну да, вот это вот. Так, пойдём, прокаримся ещё. Броль, свадь, попробуешь сам? Ну да. Обсадись. А ты сам-то не хочешь? Я попробую, ты сначала посмотри, чего к чему. Ну давай. Только без виражей. Я же не умею. Я уже навиражировал, блядь, вчера, сегодня, блядь. С Владимира до Саратова. Сейчас Саратова 900. Я уже весь в виражах, короче. Навираженный. Так, до Федрихи ещё место. Ну слушай, она выходит на Глиссер, быстрей твоей, блядь. Быстрей. А вот такую штуку, наверное, пора себе заиметь. Вот так вот в Ростове защищают, я так понимаю, моторы. То ли от воровства, то ли ещё от чего. Вот такие вот прикольные штуки железные. Такие чехлы. И чехлы, и на моторы. Прикольно. А вот лодочка, на которой мы ходили. Alluma Storm 477. Я приятно удивлён. Даже не предполагал, в общем-то, что будет так хорошо, но... Тихо. Не говорим об этом ни менеджеру, ни Дмитрию. Это будет лишнее. Серёжа, перестань пропагандировать курение. Едем. Походили, посмотрели на лодке 477 Storm. Решили посмотреть лодку 577. Это максимальная. Самая большая в линейке Storm. Мне она лично показалась очень любопытной, очень интересной. И я полез сделать на неё такой небольшой мини-обзор. Ну и понять, насколько она могла бы быть интересна для меня. Так, ну что, начинаем обзор потенциально интересной уже для меня лодки. Это 577 Alluma. Я, откровенно говоря, предвзято относился к этой марке. Не знаю, почему просто как-то думаю, ну Alluma, блин, фиг знает. Сейчас вот мы приехали на производство к ребятам. Мы прокатились на 477 и 477 мне понравилось, на удивление. Я думал, что будет просто хорошо, а мне прямо понравилось. А это вот 577. Она, конечно, по сравнению той огромная. Это большой кусок суши. Это такой по ровности плод. То есть на нём можно... Это свой собственный остров в любом водоёме. Да, это личный остров. Здесь просто получается большой рундук, да? Да, там лежит стульник у меня. Такой подтик, да, он прикольный, полосатый. А у меня подтик это есть стульник. А, это тиковый стульник. Красота. У меня есть тиковое ружьё. Подводное. Опа. Раздула бедолагу. Это же не штатный, да, Бак? Это брыздопник? Нет, штатный, конечно. Газолинчик. А это тут что проходит? Это слив с этих. Слив? Блин, а его... А его не повредить здесь? Ну, я имею в виду, когда что-то убираешь, он прям открытый. Ну, только если его... Единственный вариант прям в лёд, это куда-то в угол и зашить вместе с этим. Только так. Ну, тогда он будет необслуживаемый. Ещё с ним тогда не сделаешь. Тук они, конечно, открываются прям. Коврик, коврик. Единственное, дергать его так. Опа. Это тоже алюминий. Его же не поведёт. Ну, вот он. Ну, его поведёт только, наверное, от нагрузки. От какой-нибудь, да, согнёшь его. Нет анеграмма фанеры. То есть, не сделано полностью. Да, он прям большой. То есть, в принципе, я сюда при желании могу это плотненько так закоксоваться. Нет, это, если говоря, место, в случае, если необходимо, сюда можно разводить второй аэратор. Да, вот это важно. Так, размыкатель массы, получается, там, да, в уголке? Можете срезаем на твит. Любопытно же. Так. Ещё-ещё-ещё тянем, тянем, смело. Так, а здесь же, наверное, можно его, в принципе, изначально расслаблять. Можно, да, но они специально... Ну, да, можно. Я просто уже, они подогнаны. Ага. Усили, чтобы они плотно на ходу. Ну, ладно. Каши мало ел, да. Бывает. Да. Бывает. Попробуйте вытекстрелить свитлоформы на этот самый, очень удобно. Фактически не пригибает, да? Да, то есть он... Можно ловить. Можно ловить. То есть, в принципе, да, даже отсюда можно ловить. Забыл я показать. Такие вот штучки есть. И можно, в общем-то, удобно здесь сидеть. Да, по сравнению даже... Да, мягкая, удобная. Ну, естественно, такой тоже для... Дополнительно для того, чтобы большая компания могла поехать и прокатиться. Как в видео все, как в обзоре. Да. Классно? Так. Так, и здесь. Получается, просто он, да, защелкивается. Да. Да, в рассиде можно как угодно. Может так, может так. Да. В принципе, да. В принципе, очень даже удобно. А этот тент, он изначально такой предполагается? Или здесь есть дополнительный еще? Все, остальное все на кнопках, на молниях, как обычный тент натягивается. То есть его, в принципе, можно даже натянуть полный. Вот сюда укладываются полностью все остальные части. То есть, а этот сверху. То есть, натянули, все подоставали, подостягивали. Он натягивается как, ну, как обычный подарок тент. Ну, да. А этот комплектом идет вот тент, он идет... Да, да, да. Полноценный тент. Носовая часть. Так, а в носовой части, что там? Ну, по-моему, закрывается. На клевках будет тоже самое. А, этот фартук. Фартук он называется, по-моему, да? Ну, тоже прикольно. А если что, мотор сюда не Yamaha поставить можно? Ну, то есть, короче, если у вас... Я хочу лодку, но не хочу Yamaha, мне надо взять у вас лодку и валить. Ну, куда-то ставить. Плюс 15 процентов. Нет, мы не продаем лодки без мотора, в принципе. Можно. Платформа как-то. Платформа охренеть. Платформа огромная. Тут спать можно и так, и сяк. То есть, тут нормальную палочку, от колочки только некуда втыкать. А так, АКБ. Либо мы здесь можем, как доп, сделать этот самый, рундуки под спиннинг. Под 8 штук. Под 8 спиннингов собранных, что ли? Угу. А здесь у сидушек что идет в штате? Все, слайдеры эти. Слайдер тоже штатный, да, идет? Да, чуть-чуть, вот это, да. И на этой тоже, да, так же? Все, здесь все в базе идет. Здесь все в базе идет. То есть, передам, значит, если он его в базе идет. Ну, да, блин. Я маленький, мне нормально вот так. Конечно, рыбачь, я не смогу сидеть. Кидаю в тот конец катера просто. Получится. А там аккумуляторный, да? Так, а что здесь за аккумулятор? Стартовый, что ли? Да, обычно, да. Так, а самое главное, спиннинговый я не посмотрел. Вот они. Так, они с газлифтами уже. По два спиннинга или по три здесь? Здесь три, там два. Здесь три, там два. Ну, прикольно. Здесь уже как раз большая длина. Сама посадочная. По 2,9. То есть, в принципе, а три метра не сунуть? Да, Дмитрий, спасибо большое. Очень интересный информативный. Вот такая вот очень любопытная лодка. И тоже нос получается почти такого же размера, как и в 477 модели. Чуть-чуть больше. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть на 40, не больше. Ну да, чуть-чуть прям совсем. Но прикольно. Огромная-огромная платформа здесь. Для полноценной жизни. Интересно. Да, еще особенностью этого катера является то, что у него келеватость даже больше, чем на модели 477. 477, здесь она 30 градусов, а здесь 26. Вот. Итого, это видно, наверное, даже на камеру, что он здесь достаточно острый. И по волне он идет еще даже лучше. Хотя сегодня по небольшим волнам мы ходили, на 477, в принципе, он вполне себе. По ним, по крайней мере, он шел отлично. На больших не пробовали, не знаем. Но, наверное, тоже пойдет неплохо. Ну, что, походили мы на лодки, осмотрели мы обе лодки, которые были представлены. Побывали на производстве, посмотрели, как их делают. Нам рассказали, что эта вот лодка, например, едет во Францию. В общем, любопытно, интересно. Мне на производстве очень понравилось. Но у Сергея возникли вопросы к качеству изготовления. Потом он уже мне об этом сказал, к сожалению, не сразу. Сергей, несмотря на то, что практически уже оставил предоплату за эту лодку, в последний момент решил, что ему нужно еще время подумать. Посмотрит лодки еще и уже на холодную голову примет решение относительно того, стоит ли ее заказывать или нет. Эдуард, добрый день. Подумали, вот, решил я еще посмотреть пару катеров и уже окончательно принять решение. Да, Эдуард, огромное спасибо. На самом деле приятно все было и информативно. Я хочу в Нижний съездить. Реалкрафт, вот, Винбот, вот. Ну и, наверное, и, наверное, и, наверное, и, наверное, и Сильвера. Ну, я думаю, что неделька мне понадобится, чтобы все это дело обкатать в то, что разные стороны. Да, спасибо. Спасибо, спасибо, до свидания. Что сказал Эдуард? Что сказал Эдуард? Эдуард сказал, что... Не прав. Ну, я все понял. Это, наверное, благодаря Ивану созрело такое решение. На самом деле он был, он не прав. Решение я принимал самостоятельно. И оно даже с Ивана решением немножко расходилось. Иван был более позитивно настроен на Алюму. Как ни странно. Ну, Эдуард попросил передать Ивану, тем не менее, привет. Привет, Иван. Спасибо. Обещал, наверное, мне сделать не скидку в следующий раз. Ну, человек стойко воспринял нехорошую новость для себя. Ну, тем не менее. Все тяготы и лишения, да? Да. В связи с этим, у него возникают. Да. Едем дальше. Ну, навигатор ведет через Рязань. А Ваня говорит, а что мы поедем через Рязань? Поехали через Каширу. В Кашире находится Ботла-Про, в которой стоит катер Лунг и катер Нурт-Сильвер. Он говорит, у нас много свободного времени. Мы к ней торопимся. Едем и, короче, в Каширу учетим. Я человек подневольный. Ну, понятно. В общем, у Сереги своя версия. Но суть в том, что проехать мы решили действительно через Каширу. Это ровно такой же путь. И заехать, посмотреть два катера в Ботла-Про. Я не очень верю, что будет что-то интересное там. Но я так понимаю, что Серега считает, что это интересные для него катера. Поэтому мы быстренько, обзорно туда заедем. Посмотрим, что это за катера. Если они действительно интересные, мы их покажем. Хотя покажем их в любом случае. Обосставимся. Да. Но мы, я думаю, задержимся, если они действительно интересные. Посмотрим. В общем, едем. Едем мы сейчас по платной автодороге. Вообще не превышаем скорость. Видно, что мы едем еле-еле. Ползем. 16 км в час мы идем. 16. 16. 16. Ну что, удачи нам. В этом нелегко удели. До следующего включения в Кашири. До конца маршрута осталось 200 метров. Лодка стоит рядом с мусором. А вот это забирать? Ну, я думаю, что если ты ее зацепишь, то вполне себе Джонсон. Джонсон и Джонсон. А вообще что, Джонсон не канает, да? Не, Америкос. Снаружи встаем и лезем внутрь. Как вовремя. Что, вот так вот выглядит Ботлаппро в Кашири. Мы находимся сейчас на территории. Приехали. Пойдемте. Посмотрим, как здесь все это выглядит. Что нам за лодки здесь покажут. Продолжение следует...